Найден американский авианосец Hornet. В войне с Японией с него стартовал рейд Дулитла. Оружие археология 10 часов 14 фев. 2019 сложность 3.2. Найден американский авианосец Hornet. В войне с Японией с него стартовал рейд Дулитла. Цегач. International Harvester. На затонувшем авианосце Hornet. RV Petrol. Исследовательское судно Petrol во время поисковой экспедиции, организованное фондом сооснователя компании Microsoft Пола Алина, обнаружило у Соломоновых островов затонувший во время Второй мировой войны американский авианосец Hornet. Останки кораблей были найдены в конце января 2019 года на глубине 5,3 тысячи метров в южной части Тихого океана. Hornet был в списке приоритетных целей для поиска экспедиции судна Petrol. Поскольку он относится к кораблям первого ранга, потерянных во время Второй мировой войны и представляет особую историческую ценность. При подготовке к экспедиции специалисты изучили военные и морские архивы и сопоставили данные. Кроме того, были изучены бортовые журналы с девяти американских кораблей, находившихся недалеко от Hornet во время его затопления. По описанию местности и курсам, указанным в судовых журналах, специалисты сумели относительно точно определить место, в котором затонул авианосец. Останки корабля были обнаружены при первом же погружении подводного робота с судна Petrol. Hornet вскоре после завершения строительства. U.S. Navy Американцы уже располагали двумя авианосцами типа «Лексингтон» водоизмещением 33 тысячи тонн каждый. По этой причине властью США решили построить еще несколько авианосцев меньшего тоннажа. Hornet, построенный по типу авианосцы «Йорктаун», был спущен на воду 14 декабря 1940 года. При длине 251,4 метра и ширине 35 метров полное водоизмещение корабля составляло 25,5 тысячи тонн. Стандартное водоизмещение авианосца, водоизмещение полностью укомплектованного корабля с экипажем и техникой, но без топлива и боеприпасов, учитывавшийся в общем учете тоннажа в соответствии с требованиями Вашингтонской конференции, составляло 20 тысяч тонн. Корабль получил двигательную установку мощностью 120 тысяч лошадиных сил с четырьмя паровыми турбинами. Авианосец мог развивать скорость до 32,5 узла, а дальность его хода составляла до 12,5 тысячи морских миль. Авианосец был вооружен 8-ю зенитными орудиями калибра 127 мм, 16-ю зенитными автоматами калибра 28 мм и 20-ю зенитными установками калибра 30 мм. В авиагруппу корабля могли входить от 72 до 85 самолетов. Тонущий Hornet, US Navy, поделиться. Hornet вошел в состав американского флота 20 октября 1941 года. До февраля 1942 года он находился в Нарфолке и использовался для подготовки экипажа, а затем его начали готовить к военным операциям в Тихом океане. 18 апреля 1942 года Hornet принял участие в рейде Дулитла. В этой операции задействовали 16 наземных бомбардировщиков. Они взлетели с американского авианосца Hornet, чтобы нанести бомбовые удары по японской территории. Это была первая атака на Японию во время Второй мировой войны и первой в истории взлет наземных бомбардировщиков с короткой палубой авианосца. Во время вылета были потеряны 15 боевых самолетов. Рейд Дулитла, организованный подполковником Джеймсом Дулитлом, с военной точки зрения не принес никаких плодов. Единственный уцелевший ПИ-25 под командованием капитана Эдварда Йорка приземлился на советском аэродроме у нашей неподалеку от находки. Опасаясь ухудшения взаимоотношений с Японией и СССР интернировал летчиков-бомбардировщика. Тайная передача пилотов американцам заняла около года. Позднее Hornet принял участие в сражениях у Атоломедуэ и Соломоновых островов, а в октябре 1942 года в бой у островов Санта-Крус. 23 октября во время дождевого шквала японцы первым обнаружили и атаковали авианосец Hornet. Корабль атаковали 20 торпедоносцев B-5N-Kate с японского авианосца Сёкаку и 21 пикирующий бомбардировщик DEA-VAL с авианесущего корабля Дзуйкаку. Эти самолеты сопровождали 12 истребителей I-6M-0. 127-мм орудие авианосца Hornet Navigia RV Petrol поделиться. В итоге японцам удалось поразить корабль, зенитная артиллерия и авиация которого оказывали ожесточенное сопротивление, четырьмя бомбами и двумя торпедами. Кроме этого, в Hornet врезались подбитые бомбардировщик VAL и торпедоносец Kate. Интересно, что рядом с Hornet находился авианосец Enterprise, однако его японские военные из-за дождевого шквала долгое время не замечали. В результате японцы потеряли 10 Kate, 11 VAL и 3 Zero. Hornet получил серьезные повреждения и начал тонуть. Во время боя на корабле погибли 140 человек из 2,2 тысячи членов экипажа. Ночью 27 октября 1942 года корабль затонул. 13 января 1943 года авианосец вычеркнули из реестра морских судов. Василий Сычев Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...